Валентина Соловьёва Валентина Григорьевна стала учить только после выхода на пенсию. Валентина ходит исключительно пешком, занимается спортом и правильно питается, а потому часто слышит комплименты в свой адрес. Женщина в своих силах уверена. Теперь Валентина твердо заявляет, готова дать фору молодежи и в ГТО. Мол, свои 70 с небольшим, все нормативы сдаст на золотой знак. Вызов брошен. А это Алексей Русаков, председатель городского совета ветеранов, полковник в отставке. Он старше Валентины буквально на пару лет, но с жизненной позицией своей подруги вполне согласен. А потому сдать нормативы ГТО они отправляются вместе. 70 плюс, 11 возрастная ступень. Сегодня мы попадаем за выполнение испытания общего физического плана. Сдать нормативы ГТО может любой желающий от 6 до 70 лет. Но, как показывает практика, и даже те, кому уже за 70, было бы желание. Кстати, те, кто сдают нормативы, имеют и льготы. Например, абитуриенты получают дополнительные баллы на ЕГЭ. Ну, а все остальные получают отличное спортивное телосложение и любовь к спорту. Наши герои берутся за дело с энтузиазмом. И сразу же успех. Нормативы Валентина и Алексея сдают с первого раза. И причем весьма успешно. Как и обещали, фору молодым Валентина и Алексея действительно могут дать. Они устанавливают абсолютные рекорды во всех упражнениях, легко превысив максимальные показатели для золотого знака. Хотя, признаются, к спортивному тестированию абсолютно не готовились. Видимо, сыграла на руку и без того отличная физическая форма. Для меня это просто. Потому что я готов сдавать не только по своему возрасту, но и по возрасту 55+. Но положительные эмоции в чем? Что я не один был. Я соревновался со своей коллегой, Валентиной Григорьевной. И второе, что за нами наблюдала вот сзади. Видите, толпа молодых людей, которые пришли сдавать ГТО. И это нас подстегивало. Теперь Валентину и Алексея ждут в мясе на фестивале ГТО. Они получили официальное приглашение. А ведь в прошлом году им не удалось попасть на фестиваль. Причина – максимальный допущенный возраст был 60 лет. Но в этом году пенсионеров есть возможность продемонстрировать спортивный дух в здоровом теле перед всеми. И показать отличный пример молодым. Вот уж точно после пенсии жизнь только начинается. Напомним, региональный этап летнего фестиваля ГТО завершится 12 августа в мясе. А уже финал фестиваля пройдет с 17 октября по 7 ноября в Международном детском центре Артек в Крыму. У меня настроение еще больше поднялось. Я правда с утра попереживала, думаю, вдруг что-нибудь не получится. Но в конечном итоге я с собой довольна. Я проверила, насколько я физически готова, что ли, к продолжению активного образа жизни. Специалисты подсчитали, к 2020 году доля людей, успешно сдавших нормативы ГТО, превысит 20%. Планируется оснастить более 60% вузов современными спортивными сооружениями и стадионами, на базе которых будут созданы клубы, кружки и секции. Не останутся без внимания и люди с ограниченными способностями. Для привлечения их к активному занятию физкультуры в дальнейшем предполагается создание аналога ГТО.